Какое представление? Наиболее интересное – это возможность диагностировать данное заболевание на продрамальной стадии. Для этого нужны биомаркеры. К сожалению, поскольку заболевание весьма комплексное, то какого-то одного биомаркера найти невозможно, и он будет неспецифичным. Поэтому нужно подходить к этому комплексно. Наиболее эффективный подход в данном случае исследования является трансляционный подход, где используются в параллели, к примеру, и как модельные животные, так и группы риска с уже больные, леченные, нелеченные, или люди, которые, возможно, будут потом страдать от болезни Паркинсона. Соответственно, сравнивая те или иные данные, полученные на данных моделях, из групп риска, мы можем найти когорты биомаркеров, которые, возможно, будут использовать для диагностики болезни Паркинсона уже на продрамальной стадии или раньше. В идеале идеальный биомаркер должен находиться где-то в границах начала нейродегенерации. Однако параллельно с этим нужно также задумываться о том, что при ранней диагностике нужно также будет придумывать новые варианты лечения, и, скорее всего, наиболее адекватный из них — это нейропротекция. Поэтому в данном исследовании стратегия сосвучалась в том, что были подобраны кандидаты в биомаркеры на основании метаданных литературы, созданы модели. Благодаря работе неврологов, с которыми реализуется этот проект, были подобраны когорты людей с возможным дальнейшим развитием болезни Паркинсона, и полученные данные у них в плазме крови сопоставлялись между собой. Также находились корреляции между данными литературы, и уже создавалась панель для ранней диагностики. Собственно, модель здесь использовалась МФТП, токсическая модель, две их. Доклиническая стадия — это введение МФТП в дозе 1,18 мг на кг подкожно, и ранняя клиническая — это три инъекции с интервалом в 2 часа по 10 мг на кг. Вся ткань животных и плазма собиралась через 2 недели после последней инъекции. В группу риска же включались люди в возрасте от 50 до 75 лет. Неврологи проводили свою оценку. Если у человека было нарушение обоняния или РМ-фаза сна, возможно, нарушение перистальтики, и не было критериев, исключающих его из исследований, то его добавляли в группу. Полученные данные. Соответственно, первое, на что мы смотрели в плазме, это, конечно же, дофамин, льдофа, дофук, норадреналин, адреналин. И если смотреть, то на моделях в данном случае было отмечено снижение дофука, это метаболит дофамина. Однако в группе риска снижалось только льдофа. Но благодаря тому, что медики проводят дополнительные опросники и можно получить более подробную информацию о людях, мы смогли разбить группу риска в данном случае на две подгруппы. И было показано, что у людей с ПДРС по шкале больше 2 также снижается уровень дофука, что коррелирует с этими данными. В том и в другом случае льдофа снижалась относительно контроля. Это очень важно. Вторым очень важным биомаркером по литературе считается изменение аминокислот. Если на мышах в данном случае мы видели увеличение как глицин, так и гаммонидомасляной кислоты относительно контроля и между группами, то у людей, к сожалению, аминокислоты не менялись. Дальше также важны такие вещи, как ураты и индекс оксидативного стресса. Эти вещи взаимосвязаны между собой, потому что ураты по своим физиологическим свойствам также являются антиоксидантами. На мышах изменения уратов в плазме не наблюдалось, однако индекс оксидативного стресса на ранней клинической модели рос, что говорит нам о том, что, скорее всего, нарушение идет не в данной системе, а в других компенсаторных процессах, связанных с оксидативным стрессом. У людей же наблюдалась прямая корреляция, мы видели снижение уратов в плазме и увеличение тенденции к увеличению индекса оксидативного стресса. Важно отметить, что поскольку исследование еще продолжается, и финальные данные будут получены к концу этого года, то, скорее всего, здесь разбросы уменьшатся, и данные будут более корректны. Изменение экспрессии генов в лимфоцитах также очень важно. При развитии болезни Паркинсона по литературе показано, что снижение рецептора третьего типа к дофамину коррелируется с осложнениями и развитием болезни Паркинсона у людей. На моделях на ранней клинической стадии наблюдалось снижение как третьего, так и четвертого типа дофаминного рецептора в лимфоцитах. На доклинической стадии этого изменений не было. У людей статистических данных различий мы пока что не нашли, но они обусловиваются тем, что если в группе риска значения более-менее равны между собой, то в группе контроля, сами видите, здесь разбросы еще те, и просто нужно увеличивать когорту, скорее всего, это поможет. Очень важно то, что в последнее время стали обращать внимание на липиды как маркеры, и поэтому в плазме мы посмотрели изменения церамидов. Как видно, на моделях у мышей и у людей в группе риска корреляции между собой нет, однако это не значит, что данные маркеры нельзя использовать. Возможно, регуляция просто меняется. И в последней статье, которую мы опубликовали по изменениям липидам в мозге у моделей, данные очень хорошо сопоставляются. Важно отметить, что помимо церамидов также меняются сфингамиелины, поскольку сфингамиелин все-таки это основной компонент в миелине, то изменение концентрации его в плазме очень важно. И если посмотреть, на моделях мышей это не меняется, но в данном случае модель нам менее интересна, интересны изменения в плазме у людей в группе риска. Наиболее важными в данном случае являются сфингамиелины с 16 по 20. Они в своей степени являются модуляторами восстановления мембран, а также в корректном восстановлении работы синаптических терминалей. 26-й же сфингамиелин, наоборот, является показателем деградации, активной деградации миелина, и его повышение, к примеру, в спинномозговой жидкости сигнализует о том, что нейродегенерация уже идет. В данном случае в плазме мы не видим такого изменения, это очень хороший показатель. Но видим возможность организма, попытки его как-то восстановить. Увеличение в плазме, соответственно, возможно, есть процесс репарации стриатума и черной субстанции. Собственно, для чего нам это нужно? А это нужно для того, что наша небольшая панель на данный момент добавляется к общей панели биомаркеров на продрамальной стадии, чтобы в конечном итоге эффект лечения от клинической стадии, который, как вы видите, не очень-то большой, был куда значительный, и люди с болезнью Паркинсона не страдали так сильно, пока не найдется какое-то конкретное лечение, которое позволит полностью отсрочить проявление физиологических нарушений при данной болезни. Однако, как уже говорилось, в параллель к изучению и поиску маркеров нужно также задумываться о том, как мы будем протектировать нейроны. И для этого очень важно разработать адресную доставку именно в дофаминергические нейроны. Поэтому в данной лаборатории мы также проводили исследования совместно с Институтом биорганической химии по разработке такой доставки. В данном исследовании использовались первичные культуры как мышей, так и человеческая клеточная линия — это иммортализованные дофаминергические нейроны, точнее, нет, это иммортализованные нейроны среднего мозга, которые можно дифференцировать в дофаминергические нейроны. Основываясь на идее, что существуют ингибиторы дофаминового захвата, а дат, как известно, существует только в дофаминергических нейронах, и еще, чтобы не лукавить, в лимфоцитах тоже есть. Немного, но есть. И если мы сможем связать данную молекулу именно с каким-нибудь нейропротектором, то при полной рабочей конструкции она должна связываться с датом и интернализоваться в нейрон. Наши исследования показали, что синтезированный конструкт на основе ингибитора обратного захвата ГБР-12909, связанный вместе с имитатором транспортированного вещества, это флуоресцентный ГБР-бодипай, захватывается дофаминергическими нейронами, как телами нейронов, так и нейритами, с последней их аккумуляцией в теле нейрона. Учитывая, что если заблокировать дат, то интернализации не происходит. Также очень важно отметить, что сама интернализация является энергозависимой и при плюс 4 градусах Цельсия также не происходит. Механизм интернализации, по нашим данным, является клатеринозависимый эндоцитоз, что очень хорошо согласуется с работой с Оркиной по замещении даты и его циркуляции на поверхности мембраны. Однако цель все-таки у нас не доставка в дофаминергические нейроны мышей, а доставка в человеческий мозг. Поэтому данное исследование также было проведено на дофаминергических нейронах человека, полученных из клеточной линии люмес. И там были получены абсолютно идентичные данные. Комплекс ведет себя так же, интернализуется по такому же механизму, что дает предположить, что при связи данного комплекса с каким-нибудь активным веществом, мы сейчас проводим эти исследования, будет положительный нейропротекторный эффект. Собственно, выводом и результатом по данной работе то, что биологическими маркерами в плазме можно считать дофуг на ранней стадии развития болезни Паркинсона. Также стоит отметить, что индекс оксидоактивного стресса тоже очень важен, но прямым маркером он не является. Это дополнительный маркер, который нужно использовать еще вкупе с чем-то. Не нужно сбрасывать со счетов снижение экспрессидофаминовых рецепторов. А также, несмотря на то, что на моделях изменение сфинголипидов в плазме изменяется, в данном случае в группе риска наблюдается повышение концентрации сфингомиелинов, что коррелирует с другими данными литературы, полученными из спинномозговой жидкости. И я хотел бы поблагодарить всю лабораторию, которая участвует в этом исследовании, а также людей из Института биоорганической химии и биохимфизики Российской академии наук. Спасибо большое, Виктор Евгеньевич, за очень интересный доклад, особенно в части адресной доставки препаратов. Можно задать вопрос о специфичности ваших маркеров. Например, изменение экспрессии генов рецепторов дофамина. Даже если человек не пьет антипсихотики, которые определенно точно влияют на экспрессию этих генов в мононуклеарах, например, алкоголь меняет экспрессию этих генов в мононуклеарах. Насколько это специфичный маркер? Как уже я сказал, специфичный-специфичный один здесь нельзя найти. И единичный он не будет специфичным. Но когда человек придет к неврологу, к тому же самому, перед тем, как брать и сдавать кровь на те же самые маркеры, у него будет ряд критерий, на которые его опросят. И относительно этого уже можно будет понять, какие из обширной панелей маркеров, на какие нужно уделять больше внимания, а на какие меньше. Если, конечно, придет хронический алкоголик, то смотреть на изменение экспрессии до третьего рецептора в данном случае будет не очень корректно. Понятно. Хорошо бы еще каждый врач это знал. А так все хорошо. Какой маркер выбрать? Еще вопросы аудитории? Спасибо. Вы знаете, вы там показали ураты. Да. Я просто к чему? Значит, в последнее время, насколько я знаю из литературы, количество уратов и соответствующих ферментов повышается, когда есть еще и болевой компонент. Вот это как-то связано, потому что как только допамин уменьшается, обычно начинаются некие проблемы с испытанием боли. Правда, они могут быть и подпороговые. Вот в этом смысле когда-либо в каком-либо исследовании оценивается болевой компонент, который развивается, возможно, очень, так сказать, незаметно у паркинсоников. И здесь вот эти ураты как-то с этим связаны или нет? В данном исследовании мы не проводили какую-то связь с болевым порогом, и мне сложно ответить на данный вопрос, потому что я просто не владею информацией в спектре болевого компонента этого, мы это как-то не смотрели. Нас больше интересовал итог, что ураты являются одним из компонентов антиоксидантной системы в организме. И при их снижении мы берем это, скажем, как сферический конь в вакууме, потому что, опять же, всю систему мы не смотрели, только вот один этот компонент. Их снижение и повышение индекса оксидативного стресса для нас здесь уже показывают взаимосвязь. Если копать глубже и другие антиоксидантные системы тоже будут проседать, то вся вот эта система и корреляция между повышением индекса оксидативного стресса и снижением уровня урата в данном случае будет очень важна и будет считаться маркером. Спасибо. Виктор Евгеньевич, тогда. У меня не очень такой длинный вопрос. Вы смотрите все время абсолютные значения. Я могу сказать по собственному опыту, мы там эти покинувы статус, в частности, смотрим. Очень важным является иногда соотношение. То есть соотношение между функционально взаимосвязанными или генетически взаимосвязанными соединениями. Вот этот момент как бы. И второй вопрос. Вот вы смотрите D3D4. Как известно, дофаминные рецепторы образуют всевозможные гетероликовые комплексы и между собой, и с другими, соответственно, рецепторами. Почему вы исключили D1, D2? Даже если у вас нет существенных изменений, D2 все-таки является фактически функциональным аналогом D3D4, а D1 является фактически антагонистом. В данном случае исключение D1 системы всех, что D1, D5 и D2 было сделано просто из-за того, что для них уже в группе нелеченных больных были показаны изменения, и D2 тоже падают очень хорошо. Нас здесь они не интересовали. Интересовало именно то, где либо были тенденции, либо показатели не были показаны в тех исследованиях, где использовались те или иные когорты людей. Основывались только на этом. Чтобы дублировать подтверждение данных других исследований, это очень хорошо, это важно, но целью подтверждения в данном случае это не ставилось. Мы вынуждены продолжить нашу программу. Спасибо. Да, конечно.